На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чебыкин и в начале коротко об основных событиях вторника. Вносится предложение по установлению за счет средств местного бюджета дополнительных мест социальной поддержки, выделяем бесплатный проезд за долгие трактов общего пользования, кроме литературы, за счет 8 ежемесячных проездов. В три раза дороже, чем планировали. На комиссии по соцвопросам обсудили, почему на льготный проезд уходит так много денег. Прыгайте перед вами. А это значит вы заработаете 200 рублей? Ну вообще как бы любую сумму. Городские приключения, модное молодежное развлечение теперь и в Нефтьюганске. Для себя решила, что спорт это что-то неотъемлемое, связанное с моей жизнью. Вот и все. Попробуй и ты. Во дворце спорта «Сибиряк» прошел фитнес-марафон для всех желающих. Депутаты городской думы предложили создать резервный фонд для оперативного решения проблем в сфере образования, культуры и спорта. Этот вопрос подняли сегодня на заседании комиссии по социальным вопросам. Также народные избранники обсудили льготу для пенсионеров на проезд в общественном транспорте и ремонты в школах и детских садах. Наиболее широкое обсуждение вызвал вопрос о возмещении затрат на проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан. В прошлом году на эту меру соцподдержки потребовалось в три раза больше средств, чем планировалось. Более 34 миллионов рублей. Предполагают, что пенсионеры нередко передают свои карточки родственникам или знакомым, что и влечет за собой высокие расходы. Вносится предложение по установлению за счет средств местного бюджета дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в донблении транспорта для общего пользования, кроме векового такси, за счет 8 ежемесячных поездок. Анализ ситуации показал, что 41% льготников совершает до 9 поездок в месяц. Между тем, народные избранники с выбранной цифрой категорически не согласились. Однако сошлись во мнении, что необходимо принимать меры по оптимизации расходов. Поручение-то и давали, предложение, как организовать именно эту льготу, чтобы пользовались те, кому положено, а не те. Потому что мы, вы заявляли, нам всем здесь год назад, что у вас рост идет только потому, что этой льготной пользуются те, кому не положено. Вопросы-то правильно задаются. Я же говорю, а 8 ежемесячных в месяц, ну как бы тоже, знаете, очень, так сказать, серьезный момент, и надо его пообсуждать. 8 в месяц поезда ребенок имолит, который должен, допустим, какие социальные объекты нашего города ездить, раз в день, два раза в неделю. Что для него 8 поездок? Отметим, сейчас услугой пользуются 9 тысяч человек. Народные избранники выступили за проведение более качественного анализа, а также решили пообщаться на эту тему со старожилами. Вопрос вынесут на рабочую группу. Обсуждая развитие образования, депутаты выступили с инициативой по созданию резервного фонда на социальные сферы, спорт, культуру и образование. Почему этот резерв был очень важен? Но, еще раз говорю, не знаю, как это делать правильно. Почему? Допустим, даже не в раках подготовки. Здесь мы проводим плановую работу. Но у нас бывают такие ситуации, когда у нас сгорел холодильник, и он не подлежит ремонту. Бывают такие ситуации. Посудомощная машина или у нас что-то произошло там с теплосетями. Дискуссию также вызвал вопрос о запланированных ремонтах в образовательных учреждениях. На реконструкцию Кровель в этом году уйдет 31 миллион рублей. Однако этого недостаточно. Нужно еще 43 миллиона на утепление фасада восьмой школы и на обшивку двух детских садов номер 10 и номер 25. Поскольку бюджет дефицитный, рассчитывать можно только на дополнительные доходы. Долг дохода от реализации земельных участков, да, действительно, мы сегодня на обратном совещании уже конкретно поставили точку, о каких земельных участках и когда торгируем. Вот только с этого направления можно получить дополнительные доходы. Вопрос по указанным объектам вынесут на рабочую группу по приоритетам. Поскольку детские сады, школы и дороги для муниципалитета стоят на первом месте, отметили на заседании. Елена Раянова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Безопасность медицинских учреждений «Нефтьюганска» обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Теперь все объекты окружной больницы имени Ецкиф как с круглосуточным пребыванием, так и поликлиники оборудованы видеокамерами. В этом году система видеонаблюдения внедрена в дневном стационаре. В общей сложности установлено почти 100 камер. По словам представителей окружной клинической больницы, вопросам безопасности уделяется серьезное внимание. Помимо постов охраны и шлагбаума, на территории объекта теперь появятся калитки. В ночное время проход через больницу будет закрыт. Для предотвращения террористических актов в медицинских учреждениях оформлены стенды, как вести себя персоналу и пациентам в случае обнаружения подозрительных предметов. На ночь теперь закрываются и калитки детской поликлиники в 16-м А микрорайоне. В конце 2014 года была оборудована система видеонаблюдения детской поликлиники в 16-м А микрорайоне. В том числе там был укреплен периметр, поставлены калитки, укреплен забор. На территории больницы усилят патрулирование и полицейские. Помимо прочего, они будут пресекать административные правонарушения, такие как курение и распитие алкогольных напитков. На заседании антитеррористической комиссии выступил и главный врач скорой помощи. По словам Александра Мошкина, санитарные машины нередко сталкиваются с непреодолимым препятствием при попытке выехать на вызов. Они оказываются блокированными на территории, прилегающей к зданию скорой помощи. Заграживание въезда техникой, прорыв коммунальных сетей, пути выезда и въезда трижды пересекают теплосети. Пока что решение этой проблемы не найдено. По словам присутствующих сотрудников автоинспекции, чтобы сделать для машин скорой помощи другой проезд, придется поменять схему дорожного движения, перенести остановочные комплексы и пешеходный переход. Глава администрации принял решение выехать на территорию офиса не от ложки для того, чтобы более подробно изучить вопрос. Ирина Галиман, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о введении дешевых невозвратных билетов на железнодорожном транспорте. Пассажиры смогут существенно сэкономить, если будут придерживаться запланированного графика поездки. Такая система уже сдействует при авиаперевозках. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что введение аналогичного проекта на железной дороге станет удобным и для путешественников, и для перевозчиков. Далее к новостям из мира финансов. О дополнительной выплате к страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщает российская газета, ссылаясь на постановление правительства, опубликованное на сайте Кабинета министров. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый правительством в зависимости от района проживания. Кстати, действие правил касается не только граждан России, зарегистрированных на Крайнем Севере, но также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих там. К концу 2015 года 60% федеральных дорог, которые проходят по территории округа, должны быть приведены в нормативное состояние. А к 2019-му в порядок обещают привезти все трассы Югры. Кроме того, на шоссе Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск отремонтируют мосты через реки Горная и Большой Солым. Также планируется устанавливать на дорогах тросовые барьерные ограждения нового вида. По статистике, применение таких конструкций позволяет снизить число ДТП на 20%. На реализацию мероприятий из федерального бюджета будет выделен трансфер почти в миллиард рублей. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о наделении блогеров правами и обязанностями журналистов. Это относится к собственникам тех страниц, посещение которых превышает 3000 человек в сутки. С 1 августа 2014 года уже вступил в силу закон, требующий от сайтов с высоким количеством пользователей исполнение ряда правил, которым следуют официальные СМИ. К ним относятся верификация информации и отсутствие публикации, оскорбляющих честь и достоинство. Кроме того, в перечень средств массовой коммуникации добавят термин «блогер». Около ста молодых нефтеюганцев приняли участие в игре «Сити-квест». Мода на городские приключения пришла к нам с запада. Сегодня это стало популярным развлечением и для российской молодежи. В этом году нефтеюганский «Сити-квест» прошел в рамках всероссийской акции «Прогноз безопасности». А в игре приняли участие сотрудники госавтоинспекции. Эта командная игра требовала от участников выполнить 8 заданий в строгой последовательности. Сначала заработать 200 рублей, сделав доброе дело для жителей города. Затем составить и раздать красочные памятки для водителей, пассажиров транспорта и пешеходов. А также помочь перейти дорогу пожилым людям на пешеходном переходе у «Оранжмола». Цепь затейливых головоломок составляла собой маршрут, который команды должны были пройти и раньше остальных вернуться в штаб. А это значит, что вы заработаете 200 рублей или попрыгаете? Ну вообще, как бы любую сумму. Я посмотрю, как вы будете прыгать. Так, такой вопрос. Кто из вас курит? Если кто-то курит, не прыгайте, я пойду, потому что я за здоровый образ жизни. Для участия ребятам было необходимо иметь сотовый телефон с выходом в интернет, а также создать страничку своей команды в социальных сетях. Задания в режиме онлайн высылались организаторами штаба. Пройдя очередной этап квеста, команды отправляли фотоотчет с результатом выполненной работы. Вместе с Центром молодежных инициатив в организации Сити-квеста приняли участие сотрудники госавтоинспекции. Инспекторы ГИБДД были размещены по маршруту следования команд в пределах 3-го и 2-го А микрорайонов. Они не только контролировали, но также оценивали прохождение всех этапов игры. По мнению представителей автоинспекции, эта игра – отличная возможность поближе познакомиться с молодежью города. Мы участвуем в этой игре впервые. И госавтоинспекция именно сегодня совместно с Центром молодежных инициатив придумывали вместе задания для ребят. Хотели, чтобы им было увлекательно их выполнять и с пользой для себя лично. Сити-квест проходит в нашем городе уже второй раз. Как отмечают организаторы, игра помогает молодым людям иначе взглянуть друг на друга. Подружиться, научиться помогать тем, кто в этом нуждается, в том числе пожилым людям. Но в данном случае участники еще и показали, насколько они знакомы с правилами дорожного движения. В окончании вечера ребята собрались в штабе для подведения итогов. Все игроки были награждены почетными грамотами, а команды-призеры получили сладкие подарки имени кубки из рук инспекторов ГИБДД. Браво! 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 Екатерина Саяпина, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». В здоровом теле здоровый дух. В Нефтьюганске прошел первый фитнес-марафон. Массовая тренировка прошла во дворце спорта «Сибиряк». Ее посетили более 80 человек. Они смогли узнать о преимуществах того или иного фитнес-направления и попробовать его на себе. Кристина Кочерова с репортажем. В этот день в «Сибиряк» пришли не только постоянные его посетители, но и новички. Такой день открытых дверей позволил всем желающим познакомиться с основными направлениями фитнеса. Что? Что? Я вас не слышу! Елена Шеблева дружит со спортом всю свою жизнь. Еще в юности фитнес-инструктор увлекалась аэробикой, затем фитнесом. Последние 14 лет преподает. По словам тренера, единомышленников у нее много. Правда, не все решаются прийти в спортзал. Желают заниматься, но, к моему мнению, да, многие желают, но очень многие боятся, потому что они не знают. В принципе, хоть сейчас наш 21 век такой насыщенный всеми мероприятиями, но конкретно народ не знает очень многие направления, что существуют направления, допустим, такие, как у кого проблемы со спиной. Сегодня участницы марафона попробовали на себе пять комплексных курсов по 45 минут. Степ, силовые упражнения с гантелями и без них, пилатес и фитбол. Некоторые горожанки уже хорошо знакомы с каждым из этих направлений. Для себя решила, что спорт – это что-то неотъемлемое, связанное с моей жизнью. Вот и все. Даже чувствую себя более лучше после тренировки, нежели чем не ходя на нее. На протяжении последних восьми лет Светлана занимается фитнесом с одним и тем же тренером. По ее словам, инструктор постоянно подтверждает свое мастерство и каждый раз привносит в занятия что-то новое. Основная задача первого фитнес-марафона – привлечь как можно больше нефтьюганцев к этому виду спорта. По словам Елены Шеблевой, фитнес подходит для всех, в том числе для людей преклонного возраста. Несколько месяцев тренировок и ваша физическая форма и самочувствие станут значительно лучше. Кристина Кощерова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Город богатый талантами. Образцовый коллектив Театр-студии эстрадного танца привез гран-при Всероссийского конкурса, прошедшего в Екатеринбурге. А воспитанники студии бального танца вернулись домой с победами на международных соревнованиях в Москве и Сочи. Репортаж Елены Гайлиман. Театр-студия эстрадного танца уже много лет носит звание образцового. За красивым титулом ежедневные тренировки, дружба и усердная коллективная работа. Накануне ребята завоевали гран-при в фестивале-конкурсе современного джазового танца. «Джаз Сенсейшн» проходит каждые три года и собирает на своих сценах только лучшие хореографические коллективы со всей России. У нас было три номера. Рождественская история, они как все и воплощения. Мы все их уже где-то больше года танцуем. А на репетицию у нас где-то был месяц или недели-две, три. В этом году ребята уже успели покорить Северную столицу, Сургут и Екатеринбург. В планах выступления на сценах Ханты-Мансийска и Краснодара. По словам хореографа Ирины Степановой, добиться успеха может каждый. Главное – выполнить одно обязательное условие. Нужно просто вовремя прийти, когда вам исполнилось 4-5 лет, и просто записаться. Главное, чтобы было огромное желание в первую очередь у родителей и у детей, потому что среда воспитывает. И с распростертыми объятиями мы ждем всегда вас. Совершенно иное направление хореографии выбрали для себя участники студии бального танца. Основала ее Людмила Николаевна Найденкова. Теперь делом ее жизни занимаются сыновья. Воспитанники Евгения Найденкова побеждают на международных соревнованиях, а начинают с малого – учатся шагать и держать осанку. В первый день я ничего не могла, а вот второй у меня получался получше. А сейчас? А сейчас в 100 раз лучше. Свои умения танцоры показывают не только в гостях. Часто наш город сам становится хозяином соревнований. 15 марта в Нефтьюганске проходил 12-й турнир по спортивно-бальным танцам на Кубах главы города. Участие в нем приняли 298 пар из четырех субъектов России. Это Мансийский округ, Ямало-Ненецкий принял участие, Тюменская область и Томская область. Наш коллектив показал большие, хорошие результаты. 16 медалей мы выиграли, из них 6 золотых. Сейчас коллектив студии бального танца готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут в Нижневартовске. В параде Грации примут участие около шести пар нефтьюганских спортсменов. Елена Гайлиман, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Мы продолжаем рубрику «Бессмертный полк», в которой дети рассказывают о своих героических предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Сегодня она посвящена Ивану Сергеевичу Коробкову, который, будучи на фронте, поменял несколько военных специальностей. Он был инженером, стрелком и разведчиком. Об Иване Сергеевичу нам рассказали его внучки Александра и Анастасия. Наш прадедушка Коробков Иван Сергеевич родился 10 марта 1924 года в деревне Дмитриевка Омской области. Он умер в 1996 году в возрасте 72 лет. С 1968 года проживал в городе Нефтьюганске. На действительную военную службу его призвали 13 августа 1942 года. В это время он направился в часть. А военную присягу он принял в феврале 1943 года. 22 февраля он принял при 207-м гвардейском стрелковом полку, который 6 июля 1943 года очень прославился под Курском своим сражением. В июле 1943 он попал в госпиталь номер 276 по тяжелому ранению в руку и контузии. Но в сентябре этого же года дедушка вернулся на службу разведчиком в 60-ю отдельную разведроту. После разведроты в 45-м году в декабре он отправился служить в 107-й мотострелковый батальон. В декабре 1946 года уже в инженерно-саперную 29-ю отдельную роту, где был инженером, шофером. Так как было мало народу, молодых пацанов задействовали абсолютно везде. Самое интересное для нас, то что сейчас как-то странным кажется, что наш дедушка пережил очень много ранений, контузий. Очень страшные годы войны застали его в 18-летнем возрасте. Но он стал главой огромной дружной семьи, которая до сих пор как-то всем помнят и чтят память. Предыдущее поколение зародило в наших сердцах патриотизм. Низкий поклон деду, человеку, прошедшему суровые годы войны. Наши богатыри и нефтеуганские тяжелоатлеты стали лучшими на первенстве Югры, которое прошло в Лангипасе. Они заняли первое общекомандное место и сразу три спортсмена заработали золотые медали. Виктории Фахрисламовой 15 лет. Она воспитанница детского дома «Святозар». Рассказывает, что однажды к ним пришел тренер по тяжелой атлетике. Так Вика начала заниматься штангой. То, что это не совсем женский вид спорта, девушку не смущает. Виктория – чемпионка Югры. Бронзовый призер Уральского федерального округа, многократный победитель городских соревнований. Ее рекорд – 55 килограмм в толчке. Такой вес не каждый мужчина сможет поднять. И пошла. Прыжок. Встала. Хорошо, хорошо. Ногами сильно поднимите. Держи, молодец. Ноги. Раз, два. Держи. Поддерживают. Говорят, ходи, не бросай. И за голову. Говорят, это твой вид спорта. Этот небольшой зал – настоящая кузница чемпионов. Несмотря на то, что инвентарь уже износился, а потолок нуждается в ремонте, тренер не жалуется на условия, а работает с воспитанниками на результат. Ехали на чемпионат округа в надежде попасть в тройку лидеров, а в итоге взяли первое место. Впервые за последние четыре года мы привезли довольно-таки регалии. То есть до этого у нас было по семь чемпионов выходило. А здесь сразу аж 14 получается. То есть 11 чемпионов округа «Хмау-игры» и три победителя, седьмой летней спорта-киады, учащихся в России второго этапа. Тяжелая атлетика – особый вид спорта, который требует от наставника мастерства и осторожности. В первое время будущему штангисту необходимо выполнять упражнения для развития опорно-двигательного аппарата. И только через два-три года он начнет поднимать вес. А тренер сможет сказать, какие перспективы есть у ребенка. Ну, самое главное, основное, приоритетным направлением нашего отделения – это же в первую очередь не навредить ребенку. И поэтому мы ставим акцент на сенситивное и гармоничное развитие личности ребенка. То есть мы учитываем его индивидуальные особенности, уровень подготовленности. То есть сперва, самое главное, привить желание. Кирилл свои 14 лет уже сдал на третий взрослый. На первенстве ему удалось столкнуть 105 килограммов. По словам юноши, занятия тяжелой атлетикой сделали его сильнее, выносливее и увереннее. Сейчас он с иронией вспоминает, на что был способен до спортзала. До я не мог даже пробежать круг на стадионе. Могу сейчас даже три пробежать. В школе помогает. По словам ребят, тренировки не только не мешают, но даже помогают в учебе. Воспитывают волю и целеустремленность. Сейчас ребята проводят в спортзале еще больше времени, чем обычно. Впереди ответственное выступление на спартакиаде Уральского федерального округа, которое пройдет в мае. «Нефтеюганск, сила!» Никита Чубыкин, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в «Нефтеюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будние 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире! Субтитры делал DimaTorzok